День с толком Сегодня в эфире Звезды сойдутся Спортивный комплекс «Темп» снова откроют для концертов Культурные люди решились на отчаянный шаг Педагоги школ искусств Барнаула требуют повысить зарплату В свои 90 он к труду и обороне готов За 4 года нормы ГТО сдали 16,5 тысяч барнаульцев Барнаульский спорткомплекс «Темп» открыт по решению суда Ранее прокуратура запретила проводить там массовые мероприятия Это было небезопасно Теперь можно не переживать концерты звезд 90-х Ольги Бузовой состоятся Напомним, фанаты начали беспокоиться уже с 21 июня Именно тогда в «Темпе» запретили проводить любые представления За два следующих месяца сотрудники спорткомплекса изменили систему оповещения эвакуации людей Купили дополнительный ковролин, изменили документацию Теперь «Темп» значится как спортивно-зрелищное здание с концертным и выставочным залом Сейчас руководство клуба гарантирует безопасность одновременно для 4 тысяч зрителей Среди ближайших крупных мероприятий концерт-дискотеки «Союз», приезд Бузовой и международные сельхозвыставки Кроме того, «Темп» продолжит проводить тренировки в обычном режиме А вот они в обычном режиме работать уже не готовы Педагоги детских школ искусств Барнаула намерены выйти на митинг протеста Требование одно – повысить оклад до минимального размера платы труда Почему люди культуры решились на отчаянный шаг, выяснял Илья Кочетков Барнаульская школа искусств номер 8 существует уже 40 лет, но, по словам ее работников, на столь отчаянный шаг они решились впервые Устали работать за копейки Должностные оклады не индексировались уже 6 лет, несмотря на инфляцию Сегодня за одну ставку преподаватель получает 6304 рубля Педагоги требуют поднять оклад хотя бы до уровня минимального размера оплаты труда Для Алтайского края он составляет чуть больше 11 тысяч Несмотря на большое желание выйти на протестную акцию, говорить на видеокамеру и называть свои фамилии, учителя отказались только по телефону и анонимно На грани нищеты уже, интеллигентные культурные люди с образованием, прожить невозможно на эту ставку У нас люди работают по 2-3 ставки, то есть это очень тяжело Работаем с детьми же, ты должен эмоционально быть как-то заряжен, а с 8 до 8 каждый день, и это очень тяжело Так не должно быть По словам преподавателей, надбавки и премии у них, конечно, бывают, но не регулярно Да и общего положения это не спасает К тому же не задерживаются в стенах школы и молодые педагоги, отпугивает низкая зарплата Аналогичная ситуация, как заверили нас и в других школах искусств города В Краевом объединении профсоюзов педагогов поддержали И даже помогли составить обращение к ИО главы города Вячеславу Франку Документ уже подписало 97 человек Минимальный размер оплаты труда, сейчас он у нас 11 280 рублей плюс районный коэффициент Это норма для неквалифицированных работников Уборщик, дворник, вахтер Это норма, которую меньше работник не может получить Но, к сожалению, сейчас при таких низких должностных окладах получается Эта норма уже и для высококвалифицированных специалистов, чего не должно быть Чуть раньше администрация города, которая и отвечает за установление размера оплаты труда педагогов Пообещала размер оклада увеличить, но лишь на 4,3% Что все равно ниже мрот Поэтому преподаватели уже наметили следующий решительный шаг 7 октября педагоги выйдут на митинг, чтобы напомнить о своих требованиях Причем эта акция пройдет во Всемирный день действий профсоюзов за достойный труд Правда, когда и где конкретно эта акция пройдет, пока еще неизвестно Илья Кочетков, Александр Антропов, День с толком К нам в редакцию обратились обеспокоенные родители учеников 134-й школы Их детям вовремя не предоставили набор учебников Пришлось пользоваться электронными книгами А ведь по закону об образовании школы обязаны предоставить учебники К счастью, пока мы готовили материал, проблема решилась Сегодня и завтра книги получат все, кому они не достались вовремя Почему возникла такая проблема? Что стала ее причиной? И каковы масштабы мы все-таки выяснили? Оказывается, всего барнольские школы в этом году закупили 140 комплектов учебников Потратили свыше 54 миллионов рублей По данным городского комитета по образованию Ситуация с нехваткой пособий возникла еще и в 31-й школе Там часть учеников тоже получили свои книги буквально на днях Причин несколько Во-первых, федеральный список учебников в принципе сократили Из него исключили 500 наименований К тому же раньше книги обновляли каждые 5 лет Теперь их нужно по закону менять раз в 3 года Да и количество школьников в этом году резко увеличилось Мы все ждали, потому что все-таки, так как их 500 наименований целых Убрали, часть вернут Ну и, соответственно, школам была надежда, что какие-то учебники не придется закупать Потому что они смогут их использовать Поэтому закупки начали в августе, когда поняли, что уже не произойдет этого И начали экстренно закупать Так как нагрузка на книгу, вот эти издательства пошла большая Сдвинулись строки, то есть до середины сентября в нескольких школах В Солонешинском районе задержали подозреваемых в двойном убийстве Несколько дней назад в частном доме села Солонешное обнаружили тела двух местных жителей 52 и 37 лет по уликам, найденным на месте преступления Следователи нашли подозреваемых Ими оказались учащиеся профессионального лицея 15 и 16 лет Предварительно установлено, что подозреваемые пришли в дом к потерпевшим Чтобы разобраться с кражей запчастей, которые могли похитить мужчины Произошла ссора, подростки жестоко избили потерпевших Среди травм, в том числе, значится и перелом шеи Следователи возбудили уголовное дело по части 2-й, 105-й статьи Уголовного кодекса убийства двух лиц Расследование и сбор доказательств по делу продолжается К другим темам 275 барнаульских малышей скоро получат долгожданные места в новом детском саду Его строит компания «Селф» на улице Сергея Ускова В одном из самых густонаселенных районов Барнаула Долгое время объект был заморожен, расскажет Полина Жданова Строительная компания «Селф» восстанавливает и доделывает за другими уже не первый недостроенный объект На этот раз детский сад Предыдущий застройщик оставил новому только забор, временное электричество, фундамент цокольного этажа На сегодняшний момент ведутся работы по монтажу стеновых панелей первого и второго этажа По засыпке грунтом цокольной части здания, подготовке под устройство пола и устройство полов Работа ведется быстро и непрерывно, нужно успеть собрать каркас здания до затяжных дождей и первых холодов Скоро в будущем детском саду установят пластиковые окна Когда закончат этот этап, проведут отопление, что ускорит темпы строительства К слову, детский сад в этом районе города очень ждут Он находится в одной из массово застраиваемых территорий города Барнаула Очень много новостроек и они действительно требуют к себе социальную инфраструктуру Город это реализовывает, то есть строит школы, строит сады Это один из многих садов, которые сегодня реализуются в ближайших, в том числе в этом микрорайоне Работы на объекте остается еще очень много, а сроки довольно сжатые Инженеры говорят, что стройка может закончиться быстрее, если сохранится слаженная командная работа городских властей и застройщика И тогда, возможно, уже в следующем году 275 малышей пойдут в новый детский сад с веселым названием Арбуз-Карапуз Полина Жданова, Илья Халяпин, День с толком В Барнауле нормы ГТО сдал мужчина, которому исполнилось 90 лет Это абсолютный рекорд для Алтайского края Юрий Першин наравне со всеми подтягивался, бегал Кстати, в свои 90 он может дать фору молодым Свой первый знак ГТО Юрий Першин получил 63 года назад Через пару месяцев, когда выйдет приказ, ему вручат новый знак с отличием А накануне заветные знаки ГТО получили 43 барнаульца Церемония награждения прошла в администрации Октябрьского района Не все из них сдали нормы с первого раза Кто-то долго готовился, ходил на пересдачу Кстати, выполнил все нормы и Вячеслав Новиков Сейчас он единственный глава района в Барнауле, у которого есть знак ГТО Честно могу сказать, что полчаса каждый день я нахожу возможность Крутить велосипед у себя на рабочем месте Дома перед сном стараюсь минимум 4-5 раз в неделю пройти 4-5 километров на улице Вот я считаю, даже вот этот минимум, он достаточно для человека, чтобы поддерживать себя в форме и выполнить вот эти нормы ГТО Готовиться к труду и обороне в регионе начали 4 года назад За это время знаки ГТО получили 16,5 тысяч жителей края На сдачу норм уже стали приходить школьными коллективами и семьями У нас двое детей, двое сыновей Поэтому приняли вот такое коллективное семейное участие в сдаче нормативов по ГТО Хотя, в принципе, спорта хватает, как бы и на работе в жизни Но здесь это массово, это интересно Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании Валар Подписывайтесь на наш канал в соцсетях И хороших вам новостей Субтитры сделал DimaTorzok